Если вы живете в Швейцарии, у вас есть там украинская диаспора, вы же не хотите сказать, что вам должны дать отдельный анклоп украинский в Швейцарии, да? Вот даже не думай о том, что это бывшие потомки колонизаторов, мозговоний, мозговоний, не внедряйся в эти убивать. Да нет, самоцелью убивать. Ну давайте полчаса тоже с ними поговорим. Давайте, давайте организуем эфир, и мы вот попробуем самое ваше радикальное крыло. Можно я скажу только другую простую вещь? Ребята, очень хорошо, что вы хотите быть русскими, вернее, для вас хорошо, а для нас хорошо, что вы хотите где-то там кем-то быть. Но, пожалуйста, у вас для этого есть родная страна. Почему тут? А знаете, знаете, что... Я вам, москвич бывший, говорю, который вынужден был тоже скрываться от тех, от других властей. Прошенко за меня попартировал именно за эти мои выступления против Прошенко, открыто есть Майдана. И вот то, что было у Еремы, который он вынужден был снять после нашего визита к Ереме на третий день, где мы официально предъявили заявление, это все видео есть, потому что, я думаю, можно будет делать видео в ряд. Видите, я же не просто там, как мозговой, там, из пушечки, там, пуколки стреляю. Я пришел к этому, к Ереме, именно от ДУК-ПС, причем Стимпинский запретил это делать, Алисник разрешил. У меня есть видео, где подписано, что от ДУК-ПС именно я там выступаю, и это заявление на видео дает. И говорю, ребята, у вас во главе русский шпион, Порошенко. Если это так, то с кем-то надо воевать, тогда вообще ничего не должно происходить. Ерема слышал меня, слушал 20 минут, вот так склонил голову. А там рядом сидел Матиус весь и сходил на, сами понимаете, что. Понимаете, все это так. По результату вы в бегах. Она была отдельной. Зачем нам создавать здесь русский... Смотрите, смотрите, я просто из-за того, что часто общаюсь во время телемостов, я понимаю полностью логику той стороны. И там однозначно сказали сейчас, что ведь изначально на этом референдуме мы говорили о федерализме. То, к чему сейчас и так все как бы склоняются, и Европа, и Америка нам советуют, и все остальные. Ну, это как бы, ну, в идеале вам встретиться вот так вот в эфире, поговорить, услышать друг друга аргументы. И, возможно, ну, то есть... Нисколько не против встретиться, и еще раз объяснить только маленькую вещь. Вот есть даже такой демотиватор. Но почему, если там итальянец хочет жить во Франции, там француз в Италии, там американцы еще где-то, они поднимаются и едут, где они хотят жить. Ну, ребят, вам нравится Россия, ну, мы сочувствуем, что вас когда-то сюда закинули с этими овцами, курами, свиньями, там, и прочее. Чужие хаты, где люди умерли, ели друг друга благодаря вашей власти, да, вынуждены съесть друг друга. А детей за каждую веку там в лесу расстреливали, НКВДшники.